Черт возьми, Патрушев, Патрушев, Патрушев. Итак, статья про Патрушева. Вернее, что я говорю про Патрушев, конечно. Статья самого Патрушева вышла сегодня в газете. Кстати, знаете, где она вышла? Тоже не совсем в газете. Статья Патрушева вышла на сайте Эхо. Я уже не могу говорить, не берусь утверждать, это настоящее Эхо, фальшивое Эхо. Ну, то бишь, это то самое бывшее Эхо Москвы. Только это, типа, россияне, которые отобрали у Венедиктова Эхо Москвы? Или же наоборот? Это, типа, новое Эхо Москвы, уже Венедиктовское, публикует статьи Патрушева? Я не удивлюсь. Потому что до войны он брал интервью у Лаврова постоянно, у Медведя, статьи Патрушева публиковал. Наверное, и сейчас публикует. Потому что я посмотрел, там другие-то новости все демократические абсолютно. Там на этом же сайте Эхо вполне себе то, за что в России посадить. Или посадить. Статья называется «Национальная оборона. Николай Патрушев. Защита исторической памяти. Фундамент российской государственности». Ну, так, весьма громогласно. Ну, и нас с вами, 24 тысячи людей, нас с вами на стриме, 15 тысяч лайков, а их надо прибавить прямо сейчас. А я займусь статьей, пока вы занимаетесь мной. Так. Вот Патрушев. Николай Патрушев, помощник президента Российской Федерации. Что интересно, значит, вот почему, когда авторство статьи Николай Патрушев написано «помощник президента Российской Федерации» на сайте Эхо. Почему не написано «по кораблестроению»? Не, ну так-то надо же указывать честно, да, помощник президента Российской Федерации «по кораблестроению». А то, видите ли, статья называется «Защита исторической памяти. Фундамент российской государственности». И о чем сейчас пойдет речь вообще о шизеете. Почему не написано, что это помощник президента Российской Федерации «по кораблестроению». Может, тогда бы мы не читали. Может, нам кораблестроение неинтересно. И вот дальше Патрушев развернулся во всей красе. Мне почему стало интересно его почитать. Я подумал, Патрушев только что уволен с самого высокого поста в его жизни. Назначен помощником по кораблестроению. Я вам помню, я вас предупреждал, что Песков при увольнении Патрушева издевательски отметил в своем пресс-релизе, что ему разрешено публично выступать, Патрушев. Дескать, я тогда сказал, разрешено писать свои статейки в «Аргументы и факты». И вот ему разрешили написать первую статейку. Да. А понятно, что он хочет засветиться перед шефом, снова показать, что он нужен. То есть прислушивается к шефу, ушки-то у Патрушева всегда были острые, вампирские, а сейчас совсем на макушке. 80-летие отделяют нас от майского дня 45-го года, когда на куполе Рейхстага взвилось, я с сокращением считаю, «Красное знамя Победы как символ непобедимости нашей страны». Ваша страна какая? Вы же, насколько я понял из вашего статьи, помощник президента Российской Федерации. У Российской Федерации не красное знамя. Вы определитесь, какая страна ваша. Вы помощник президента, вашей страной какую-то другую называете. Получается так. Четные попытки покорить Россию, поработить население, бла-бла-бла-бла. И дальше. Вспомним Северную войну, Отечественную 12-го года, Крымскую, Первую мировую, иностранную интервенцию. Победы русского оружия убедительно показали, что сила народа и так далее. Подождите. Победы русского оружия? Где? В Крымской войне у вас победа русского оружия? В Отечественной войне 12-го года, когда у вас Москву сожгли? Где у вас победа русского оружия? В Первой мировой, когда вы отдали половину Российской империи по Брестскому миру немцам, вы же проиграли первую эту войну. Какая победа? Какого оружия? Вы где этот бред вообще нашли? Победа русского оружия в Первой мировой войне. Ну смешно, нет? Вот он, понимаете? Вот он снова, как у Ксении Собчак, вот этот знаменитый российский провинционализм. Только у Ксении Собчак она задает вопросы украинцу, ну того, у кого она считает украинцем, чтобы получить подтверждение, что ее страна действительно существует и так далее. А Патрушев просто как бы придумывает какие-то тезисы, сам доволен, сам на них сухомолится. Правильно? Так говорит, сухомолится сам на эти тезисы. На протяжении многих веков создавал фундамент, читать не буду. Дальше так. Есть исторические основания считать, вот тут-то я и узнал, что это он под Путин решил закосить, что истоком древнерусской государственности стала Ладога, основанная в 753 году. Вот, ребят, ну многие из вас учились в Советском Союзе, правда, в школе, в университете. Вы когда-нибудь в школе в советской или университете? Я в школе учил в советской. Я ни разу не слышал, что основой древнерусской государственности стала Ладога. Я даже был в этой Ладоге. У меня там дача была. Но я не слышал, что она была основой. Население Ладоги, по-моему, сейчас то ли 700 человек, то ли 2000. Это, оказывается, основа древнерусской государственности в Ладоге. А знаете, почему Патрушку это пишет? А потому что его шеф Путин по телевизору сказал, что Ладога – основа древнерусской государственности. И вот уже спохватились барзаписцы. А в 753, ну чтобы древнее Киева быть, вдруг Ладога теперь у него. И дальше, внимание, известно, что ее жители, жители Ладоги, убедили эту Ладогу, жители могли защитить свои поселения от иноземцев, вели торговлю с народами Северной Европы и Азии. Здесь был установлен прочный межконфессиональный мир. Внимание, вопрос. В 753 году от Рождества Христова в Ладоге какой межконфессиональный мир могли установить? Русь крестили лет так через 250 примерно. Христианства не было там. Межконфессиями, какими они там договаривались в Ладоге? Те, кто волочит ялик с севера на юг, с теми, кто волочит ялик с юга на север? Или кто бьет яйца с острова конца и кто с тупого? Не, Лига праздновали тогда, потому что латыши тогда уже были, это понятно. Но латыши до Ладоги еще не дошли и не могли рассказать русским в Ладоге, что есть Лига и что надо соблюдать межконфессиональный мир. А дальше начинается. Вот тут вообще прям. Они так хотят быть европейцами, вы бы слышали это. Ведь найденные в Великом Новгороде артефакты свидетельствуют о широком распространении грамотности среди различных слоев населения в Древней Руси. Грамотными были не только купцы и ремесленники. Достоянием общественности стали начертанные в XI веке на бересте слова крестьянки, которые писала своему возлюбленному. Вы даже не поняли наверняка про что. Я тоже сначала не понял про что. Какие на бересте найдены слова крестьянки, которые писала возлюбленному. Это про что вообще? Оказывается. А ведь в просвещенной Европе, как это сейчас называют, в это время грамоту знали единицы, с ней не были знакомы даже представители высшего сословия. А в Новгороде крестьянка на бересте писала немалую роль в становлении российской государственности, сыграло принятие в 98-м году христианства. То есть вдруг он соображает. Оказывается, мы как бы межконфессиональный мир уже установили, а конфессии еще не создали. Но нас спасло, что нас не удалось склонить к католической церкви. Не к унии с католической церкви, хотя это было бы круто. Удалось склонить к католической церкви. Нет, к унии с католической церкви. И вот эту католическую церковь они установили, по-моему, только сейчас. Когда этот Папа Римский делает к Путину, Путин делает к Папе Римскому. А до этого никакой унии речь не шло, и Патрушев на этом настаивает. Вы знаете, мне, к сожалению, надо сейчас будет уходить, поэтому я ищу один тезис, а остальные политические... Это как, короче, Степ про историю я сейчас успею закончить, а Степ про содержательную часть не успею, это завтра в выпуске. Ну, я продолжу. Так вот, последнее, что я хотел сказать. Просто, чтобы показать, насколько вот этот силен провинциализм российский, значит, у этих людей. Например, о разгром... А, что... Искусственно навязываемое человечество на протяжении веков, образ невежественной и деспотичной России в противовес просвещенной и демократической, в кавычках, Европе, они утаивали от своих народов и потомков правду. Это европейцы утаивали правду о том, что русские воспитанные не кладут ноги на стол. Например, о разгромивших войска Наполеоновской Франции офицерах и генералах русской императорской армии, чьи манеры знания европейских языков, начитанность и образованность буквально покорили Париж. Я помню даже эту песню. Едут и едут по Берлину наши казаки. Это, по-моему, про это, да? Так вот, казаки у них там едут. Знания европейских языков, начитанность и образованность покорили Париж. Насколько я помню, после покорения казаками Парижа там только появилось слово «бистро», потому что никакого языка они не знали. Они кричали официантам «Бистро! Бистро!» Так появилось слово «бистро». Вот так, начитанность. Но мне стало интересно, а французские генералы русского при этом не знали. То есть русские генералы знали французский, а французские генералы русского языка не знали. А почему? Выводы, как говорится, делайте сами. Французы как-то не удосужились русский выучить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok